итак пошла запись итак сегодня пятница кажется 14 число вот на улице поднялся ветер и возможно меня не будет слышно и в то же время уходит лучшее стану то чтобы ветер не доставал от я на ступеньках сижу скромного домика и запилок так вот что хотел сказать очередной фильм да будет он удачно не будет скорее нет и тут я вспоминаю во первых что последний комментарий был такой гениальный садовод снимать фильмы не умеете вот обидно конечно обидно обычно так восхищаясь ночами не сплю смотрю фильмы тут бах вот такой приходит и тогда я решил ему ответить так ну во первых я могу занять оператора подкинь дружище деньжат гениального садовода потому что у нас как-то у нас как-то не получается чтобы быть богатым и гениальным в нашей стране по крайней мере вот я не илон маск который изобретение превратили в деньги у меня так не получается вот ну и чтобы я придумал чтобы меня меньше ругали за плохие фильмы вернее не плохие фильмы а вот именно что плохо снятое о серьезных вещах но плохо снятое и тогда я вспомнил вот это одно из знаменитых выражений в свое время было когда-то в америке все развлечения были это салон в углу пианино раздолбанное вот и кто-то пытается на откуда пианистом набрать в каждом салоне кто как пытается время от времени человек играет 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 действует нервы потом кто-то нажравшись напившись этого виски самогонки застреливает его и тогда вообще никакого музыканта теперь и вообще нет ни в салоне не в этом поселке не в городе и тогда появилось это знаменитое выражение которое прибивали над пианино и там было написано пожалуйста не стреляйте в пианиста он играет как может и с к вам с этим же обращаюсь раз уж так получилось ни денег на снятие полноценных профессиональных фильмов вот нету а значит пожалуйста терпите меня какое есть ну сейчас вроде притих ветер попробуем может удастся еще что-то снять сегодня с утра второй фильм спешу завтра выпадает снег и надолго вот хотя середина апреля вот сибирь дает о себе знать это однолетние сеянцы манджорского ореха мы решили их уничтожить продать не удастся но посоветую по 500 рублей пробовала таня продавать прошлом году все несколько купили хотя и ставим цены нет манджорским орехом ну скажу скинь еще цену все что могу посоветовать вот теперь это подряд все вижу о том пою вот не стреляйте музыканта вот это черный абрикос вот пока расскажу все подряд почему у нее плохие урожаи посмотрите только вот снег сошел видите он уже почки набухли цветочные видели ну раньше набухли раньше назад и заморозки то и уничтожат следующий момент вот это вот персик мой он давно подмерзал половина кроны замерзла это я сейчас только вот это вот отрезал сейчас я объясню как правильно отрезать по железу видите ниже он живой смотрите он не просто живой сергей с него даже черенки взял на прививку то есть это дерево маточное да чувствует себя плохо но мы вынуждены его резать почему потому что неукрытые персики в сибири это предел мечтаний это самая растойкие персики в мире это мои причем обратите внимание на технологии обрезки и так железо режет так эта ветка обломалась это ветка обломалась железо режет так значит в начале как полагается и так если вы откроете любом месте там будет написано следующее и так отрезается по живому то есть допустим сверху вниз если видеть то вот живое вот это невецкий живое кстати обратите внимание ничего я не отрезал отрезал только сейчас отрезал для того чтобы вам прокомментировать и так не здесь надо отрезать по живому по живому оставляя сухой пень вот это очень важно вот всегда так делайте вот это теперь пробка никаких ран по живому не может быть а сейчас я не отключаюсь от вас попробую ответить а слушай . нет не звонил хорошо почему 350 500 ладно все нормально да давай пока так это помощница собрала очередные посылки так друзья сейчас поднялся ветер как же мне быть то слышали меня или нет обычно ветер съемку заглушает статью профессионального бы оператора этого не было и так получается но еще раз мне оттек звонок значит вот место между сухим вот тебе палец и живым так вот оставляйте можем поменьше вот тут где-то отрезать но никогда что там надо еще живого прихватывать это глупость это человек который не ведут что творит все приемы рождались на юге и приходили к нам на север без всяких изменений ладно посмотрели вот теперь два корневой отводки слива вон я мама вкусная красивая вот что интересно да китайки кто китайская слива красно-желтая книг только хочется так и относится но она даже не с косточки она сюда пришла вот таким вот образом видите как она шла вот даже персик на ней привит вот так вот она шла 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 через метр два вот таким способом на распространяется и что получается у нее все эти качества мамы сохраняться мама уже не молодая уже слегка обмельчали она тоже не привита слегка обмельчали плоды полноценная буду тут вот с этого года я еще не видел плодов с этого года она заплодоносит вроде бы корневой отводок но ему уже четыре года а вот этому три года вроде бы тоже заплодоносит видите как шла отсюда сюда а вот между ними вишни тоже корневая вот ну может быть она была бы гуще чаще под косу много попадает и так я и буду делать сильнейшую обрезку сейчас объясню как все-таки это учебная фотография ой учебный фильм вот а на ней нет ни одной полноценной ветки видите на прививку а допустим она хороша и надо ветку взять на прививку тогда мы делаем обрезку специально для того чтобы мы могли потом взять ветку вот отсюда пойдут побеги но уже полноценная смотрите дальше я надеюсь видно мне трудно без оператора надеюсь видно я не вижу как что там в глазке вот так вот так надеюсь видно и таким образом таким образом вот так смотрите и так далее я обскублю все дерево дальше останется все равно останется цветы я все равно увижу плоды и попробую их они попозже это это вам не вот черный абрикос я показывал который уже почки набухли они двумя неделями позже засветут а значит шансов что они попадут под заморозок будет больше и тогда попробовал плоды я решу пойдет ли она останется ли она как паточное дерево посмотри как получилось я уже делал такую обрезку видите сделал сделал а была дичайшая засуха а у него корневый отводок вот того все это уходит вниз землю ну сантиметров на 30 то есть она полностью и за обратите внимание колодец рядом рабочий колодец но я его ни разу не полил вот и дальше здесь не было воды шланг туда дальше то есть это просто отстыковалось на зиму вот это вот просто а на самом деле здесь всегда все лето было сухо и без полива без и за засухи она дала вот такие отводки и они сразу стали вот такие видеть почему потому что дерево ставить знаю что у нее этот самый засух она стремится тут же дать плодовой веточки вот они плодовые а ростовых то практически нет вот это можно назвать ростовой веточки вот это нет вот я считаю что нет и так получается что мы по-новому делаем обрезку потом это замажу лак пластикой долматого вот вот это я только начал резать потом долго буду заканчивать пока она не станет этим сильно уж таким вот представьте себе вот видите вот это я бы отрезал но секатор не берет я возьму другой секатор с длинными ручками ну а если вам если на всяких случаях здесь чтобы вдруг я забуду потом ниже отрезать вот здесь как совсем искалечил дерево но плоды будут два раза крупнее это уже точно я вам скажу вот качественней и ну почти закончил попробуем вдруг перерублю сейчас посмотрим что у нас останется вот примерно так потом рады замажем обратите внимание я пробовал перепривить не жила прививку не жила прививку ну еще вот эту отрезку да самый важный момент вот эта ветка она нужна заметьте я оставляю почему они будут листья плоды не обязательно или чуть-чуть или не будет но ее задача кормить корни глюкозой вот так вот поэтому я такие ветки не трогаю все вроде про это сказал идем дальше здесь понятно что будет привить черешни на эти вишни еще тоже просыпается смотрите я испортил она стала раньше просыпаться хотя урожай дает ежегодно когда-то вот эти вишни и они были молодые молодые я на них чем взял скелет черешни привел вот черешни погибли с годами но тут уж виноват хозяин я ему говорил освобождай место под черешни отрезай каждый год по одной вишневой ветке он отказался вообще резать черешни остались тени внизу и постепенно отсохли ладно это тоже я считаю учеба вот это вот я тоже точно так же искалечу то есть вот сейчас начну дальше уже потом без вас и посмотрю что будет мне все интересно мне интересно вот эта прививка я это называю внедрение генов я посмотрю какие плоды она даст вот плоды будут вон они видите какие плоды она даст с прививкой а это без прививки вот вот так все обшмынаю так так прошлом году же делал она и плодов не дала засуха была дикая и просто не дала а мне нужно знать маточное будет дерево или нет и так далее идем дальше персик видят персики совершенно не думал замерзать но вот она сухая веточка глядите и полагается вот тут вот так отрезать хватая как-то было написано живой ткань нет вот так надо смотрите а можно вообще не трогать но живой ткань не трогать никогда ясно вот сухая веточка но это же персик вот значит тоже самое видите я туда вообще говорю не трогать ее она что мешает мне нет а то самое страшное друзья когда делаешь обрезку с понятным смысл обрезка на омоложение обрезка чтобы дала максимум видите чтобы дала потом максим вот уже ценные почки до ценные ветки дала а еще максимум почек даст длинные ветки даст благодаря вот такой обрезки да а это тоже понятно но обрезка санитарные тоже мы с вами говорили вот но обрезка чтобы дерево выглядел эстетически это подлая фраза обрезайте сделайте дерево эстетически красивым вот я это называю идиотизмом ну давайте сюда глянем здесь одна прививка пианиста вот она эта веточка я оставляю она у меня вот она смотрите вот такая длинная она может отвалиться не дай бог если плоды но в этом году плодов не будет смотрю внимательно ну пару почек цветочек это еще не факт тогда я делаю так чтобы почка смотрела середку кроны вот например вот это вот вот эту ветку я выбрасываем вот ей цены нет понимаете но уже никто не покупает уже середина апреля вот она так пропадет а вот это вот остаточек она даст хорошо развитую компактную крону утолщение будет здесь именно потому что я сделал обрезку а то деревьев еще есть такая привычка распушаться на самом конце получается длинный тонкий попек это ненормально ну почему она потому что я взял уже почку боковой ветки и делаю из нее скелет видите поэтому это ненормально приходится ее приспосабливать это еще не все вот смотрите вот эту вертикальную ветку я не буду брать с нее это сам выживлять нее новый сорт сорта это я уже три года а вот этой ой то есть два два года да а вот это один год смотрите отсюда пошла засухая по барабану отсюда 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 пошла видите и вот это все по его середине лета не думайте что это двухлетняя ветка нет и еще полметра то есть здесь примерно полутора метровая вот это полутора метровая вот здесь то я буду делать привычки вот тут заранее не стал отрезать вот сюда или пирси буду оживлять или абрикосы 150 грамм которые мне прислали мои друзья вот так вот теперь еще немножко это моя любимая тема она не каждому интересно посмотрите внимательно академик всегда помните в фильм который я снимал два часа раньше посмотрели обратите внимание на вот такую пятнистую окраску именно коры у академиков у всех вот она видите пятнистая окраска внимание а вот это вот абрикосы он не имеет названия но середичок просто середичок нормальная хора и внимание на пограничных как смотрите вот отсюда начинается так кто где самый ближний это я называю мой термин железово новый термин когда-то будет в учебниках инфицирование вот смотрите не ментор как по науке а инфицирование смотрите это культурный мощь это плоды 120 грамм это чудо-сказка вот вот сюда попадает гены от культурного и внимание вот это вот середнячок а посмотрите какой у него сейчас сюда сюда а это обычно тема не хватило для них ген отсюда и так сюда попали гена академика что я буду делать я буду на это смотреть и ждать чудо вот эту ветку и ждать чудо а на ней уже цветы внимание видите вроде саженец молодой вот ну сколько вы четыре года вот или три раз два поесть три года всего почему потому что вот это вот выросла вот это вот выросла всего вот эти полтора метра за один год включая боковушки это летом появились и теперь еще раз чудо показывает может быть с этой стороны лучше показать потому что я на этих делах я зациклен на том что визуализация существует что гены отсюда академика переползли сюда теперь давайте точнее вот здесь вот здесь вот сейчас покажу здесь написано абрикос ранний мы пойдешь пианистом сорт не знали какой мы знали который который от филиппи его два саженца нет от филиппи его позе филиппи один от меня королевский и вот этот вот самый абрикос пианиста академик а эти два не знали вот так и останется ранее еще я надеюсь что здесь будут плоды и здесь будут плоды ну самый обычный пробовал пианиста а вот это вот вот это чудо которое гены отсюда перебрали сюда это факт посмотрите кора посетите кора вот здесь должны не отличаться или не отличаться этим ребята я и живу а вот это вот от 1 то пошла прививка вот она вот она прошла а вот это вот не пошла и даже тут я не буду сейчас смотреть знаете почему я не отрезал она не мешает и дереву не вредит если вот тут отрежу тут рано будет а тут уже раны нету тут уже все давно где зажило где засохло так а вот здесь вот название вот этой веточки вот она и теперь итак вариант один эти сохраняются и качество это инфицирование перейдет сюда и наконец третий вариант у меня такие случаи были даже когда она еще первые дни жива умирает надолго и все равно сюда успевает перебраться какие-то качества и вот я собираюсь увидеть один вариант второй вариант и третий вариант не привиты и эта ветка не привита и эта ветка не привита и это это не при здесь я буду ждать три варианта абрикосов чисто визуально глядя на плоды пробуя плоды и плюс сожалению в этом году вряд ли в этим здесь плоды вряд ли будут вроде бы плодовая веточка вот это но это всего лишь однолетний однолетний понимаете вот такие дела ну что хватит нас точить давайте заканчивая разговор я даже не уверен что из-за ветра что вы меня слышали все это